Здравствуйте ребятки, это Чистер. Сейчас быстро расскажу о том, как работает кастомизация и прокачка персонажа в Grimdawn, потому что система отличная от других RPG и для новичков может показаться запутанной, хотя здесь все на самом деле очень просто. За убийство мобов и выполнение квестов вы получаете опыт, прокачиваете уровни, на втором уровне вам сразу будет предложено выбрать один из восьми классов для персонажа, а на десятом уровне вы сможете выбрать еще один класс, то есть одновременно у персонажа может быть два класса. Вместе с каждым уровнем вы будете получать два вида очков, очки умений и очки атрибутов. И атрибутов всего три, это телосложение, физик, хитрость, канинг и дух, спирит. Телосложение дает прибавку к здоровью, хитрость это дополнительный физ урон, урон пробиванием и урон по времени, ну и дух это магический урон, опять же урон по времени и бонус к энергии. Если вы не знаете как распределять атрибуты, то можете руководствоваться простым принципом. Вкладываете все в телосложение, а дух и хитрость прокачиваете ровно столько, чтобы одеть какой-то нововыбитый предмет, потому что экипировка будет требовать определенного количества этих атрибутов для использования. Разумеется, требования у экипировки с уровнями будут расти, поэтому можно оставить несколько очков невкачанными, чтобы в нужный момент апнуть недостающий атрибут. В дальнейшем при прохождении игры у вас появится возможность сбросить атрибуты и раскидать их по новой, поэтому сильно не бойтесь ошибиться при их распределении на старте. Затем идут очки умений, которые вы также получаете с каждым прокачанным уровнем и при выборе класса открывается вот такая вот панель. Стоит упомянуть, что классы сбросить не получится, поэтому аккуратно их выбирайте и как я уже говорил ранее, одновременно можно взять два класса и распределять очки умений. Между ними можно в любой последовательности, в любом количестве, что в первой, что во второй. Сама панель работает по простому принципу. Снизу есть полоска, в которую вы вкладываете очки умений и она продвигается вправо. Достигнув определенной отметки, она разблокирует все умения на этой линии. То есть, чтобы начать прокачивать умения, вы сначала должны открыть их с помощью этой полоски, но она тоже не бесполезна. Вкладываясь в нее, вы получаете бонусы к атрибутам, к здоровью и к энергии. Однако, разумеется, вашей целью является разблокирование ключевых умений для вашего билда. Квадратиками отмечены активные умения, которые вы будете использовать. Кружком показаны либо усиления для этого умения, если они связаны с ним вот такой вот полоской, либо самостоятельные пассивки, которые работают либо постоянно, сами по себе, либо активируются при определенной ситуации. Прокачать умения и пассивку можно только до определенного количества, которое написано под ним. Но это значение можно превышать при помощи экипировки, если собирать в ней бонусы к умениям или ко всему дереву определенного класса. И учитывайте, что чтобы получить бонусы с экипировки для конкретного умения или пассивки, его нужно вкачать в дереве хотя бы на единичку. И обычно по такому принципу их и прокачивают, либо кидают единицу, либо вкачивают по максимуму, либо вообще не трогают. Зависит от того, насколько они важны для вашего билда. После того, как умение прокачено, его можно поставить на панели снизу и начать использовать. Для этого просто нажимаете на нужный слот правой кнопкой и выбираете из открывшегося списка. И в отличие от классов, сами очки умений можно сбрасывать в любой момент. Причем это можно делать практически с самого старта игры в городе у специального NPC. Поэтому тоже можно особо не бояться вкачивать умения. Можно перекидывать их туда-сюда, постоянно тестировать разные комбинации. С этим никаких проблем нет. Это самая простая часть кастомизации. А есть еще самое интересное. Это целое дерево созвездий, которые вы также будете прокачивать по мере прохождения игры, но немного по другому принципу. Очки для созвездия вы получаете, когда находите в локациях специальные алтари, которые нужно активировать. Активируются они двумя способами. Либо нужно принести определенное количество материалов, которые будут на нем указаны, и принести их в жертву. Либо сразиться с пачкой врагов, обычно элитной. И когда вы их победите, то алтарь активируется. Вы получаете с него одну пассивку. Больше одной пассивки с одного алтаря нельзя получить, но на разных сложностях одни и те же алтари можно активировать по новой. Алтарей всего в игре больше, чем общее количество очков для созвездий, которые вы можете получить. Поэтому некоторые из них можно пропускать. Вы все равно достигнете максимума, но я бы советовал тщательно их находить, потому что эти созвездия очень сильно усиливают персонажей. Чем раньше вы будете набирать больше их количества, тем легче вам будет проходить игру. Созвездия делятся на 5 школ. Слева написано количество очков, которые вы имеете в каждой из школ. И если навести на эту цифру, то подсвечиваются созвездия, к ней относящиеся. Созвездия могут относиться либо к одной школе, либо к двум школам одновременно, и в зависимости от этого дают разные бонусы. И что характерно, чем созвездия мощнее, тем меньше бонусов оно дает, ну а самые мощные вообще не дают никаких бонусов, а имеют только очень высокие требования для разблокировки. В связи с чем мы имеем систему, при которой не получится вкачать много очень мощных созвездий, так как вы почти все очки потратите для того, чтобы просто их разблокировать. И еще одна интересная особенность заключается в том, что созвездия могут обеспечивать необходимыми очками школы сами себя. То есть, если вы прокачиваете какое-то промежуточное созвездие, чтобы открыть дальнее, затем берете дальнее, оно дает вам бонусы к этим школам. Если этих бонусов достаточно, то вы можете убрать промежуточное или эти стартовые звезды у NPC, потому что в них просто отпадает надобность. Теперь по поводу самих созвездий. Прокачиваются они с определенного места, эта звезда горит ярче остальных, и когда выбираете, какие созвездия качать, обращайте внимание на каждую отдельную звезду, потому что все они дают абсолютно разные пассивки, это может быть буквально что угодно. И еще очень важно смотреть на конечную звезду, она горит красным светом, потому что это умение, которое можно активировать. И умения в созвездиях работают по интересному принципу, сами они не активны, но когда вы прокачиваете созвездия и открываете их, вы можете привязать их к одному из имеющихся у вас классовых умений. И эти умения созвездий, по сути, можно разделить на два вида, те, которые активируются при попадании по врагам или при попадании по вам. В первом случае их можно привязать к различным атакующим классовым умениям, а вторые будут работать со всякими пассивками, усилениями, аурами, которые вы активируете на себя. Ну и, допустим, можете наложить на одну из таких аур черепаший панцирь, который будет активироваться за 100% шансом, когда показатель здоровья персонажа падает до 40%, и он будет поглощать дополнительный урон. Или, скажем, можете поставить на атакующее умение жало скорпиона, которое с 25% шансом при атаке по врагам будет накладывать на них дополнительный яд, снижать их защитные характеристики и наносить еще больше урона. На одно классовое умение можно одновременно активировать только одно умение из созвездия, и смотреть здесь нужно по ситуации. Как минимум, для атакующего вашего основного умения определенно что-то стоит поставить. Каждое созвездие сильно отличается друг от друга, и выбирать их нужно будет в зависимости от того, что нужно вашему персонажу. Еще один важный момент, умения созвездий качаются. Когда вы их ставите на какое-то классовое умение, они начинают получать опыт вместе с персонажем. Даже использовать их не обязательно, но довольно заметно усиливаются с каждым уровнем, и, соответственно, чем раньше вы активируете их, тем быстрее они наберут свою максимальную мощь. Но, повторюсь, созвездия можно сбрасывать в любой момент, поэтому не бойтесь экспериментировать, пробовать разные варианты, и хотя поначалу Атлас выглядит устрашающе, ориентироваться в нем начинаешь довольно быстро, особенно если пробовать созвездия из разных углов. Ну и, собственно, это и есть суть системы кастомизации персонажа в Grimdawn. На этом все. Спасибо за просмотр, ребятки. Удачи!